На ваших экранах мировые рекорды в весовой категории до 56 килограммов. Рывок 138 килограммов Халил Мутлу и толчок 169 Ом Юн Чел. Девять участников выйдут на помост в группе А. Это группа сильнейших. Чуть ранее закончили свое выступление спортсмены в группе Б. И пока лидером является Хосе Брачи из Испании. На ваших экранах 113 килограммов в рывке, 133 килограмма в толчке. Ну что ж, совсем немного. Кто же будет основными претендентами на победу, на медали сегодня? Прежде всего это олимпийский чемпион Лондона, спортсмены Северной Кореи Ом Юн Чел. Сенсационно выиграл он в 2012 году. Напомню, выступал он тогда в группе Б, в группе участники которой изначально были заявлены как более слабые. Выполнил все подходы удачно. Набрал превосходную сумму 293 килограмма. При этом повторил мировой рекорд в толчке. И, к сожалению, спортсмены из группы А не смогли его обыграть. 107 килограммов на штанге Мирко Скарантино. Спортсмен из Италии. Первым выходит на помост в группе А. Один из самых молодых спортсменов, ему 18 лет, чемпион Европы среди юниоров. В 2013 году не так давно стал чемпионом. 106 килограммов рывки ему покорились, пока это его лучший результат. Но сейчас мы видим, он стартует со 107 килограммов и успешно справляется с ним. Молодой спортсмен с 2010 года выступает на международных соревнованиях и постоянно прогрессирует. Все выше, выше, по килограмму, по два добавляет в каждом движении. На чемпионате Европы в Албании в 2013 году, совсем недавно мы наблюдали его, занял он там 5 место, 105 килограммов в рывке, 136 в толчке. На чемпионате Европы среди юниоров несколько месяцев назад он уже 106 килограммов показал в рывке и 140 в толчке. Сейчас 107 уже в его активе. 108 заявка, всего лишь 2 килограмма решил прибавить. Ну, это и понятно, решил собрать свою лучшую сумму. Пока самый большой начальный заявочный рывок у спортсмена из Вьетнама. Тянь Тач Тима, 126. Его заявка, китайский спортсмен Лун Цинь Цюань, олимпийский чемпион Пекина, заявил 126. И Ом Юн Чу из Северной Кореи, 125. Два спортсмена из Вьетнама сегодня будут у нас выступать. Оба имеют вполне-таки серьезные шансы на попадание в призы. У нас двухминутная пауза вызвана тем, что пытаются определить, кто будет выходить. Мирка с карантина перезаявляет на 111. 4 килограмма решил добавить во второй попытке. На вскрытие. Продолжение следует... Два. 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 держать справляется ну вы посмотрите хорошо прибавляет до 111 есть в активе пока он второй первый по-прежнему хосе брачи из испании который выступал группе b 113 он показал и я думаю если такими темпами мирка с карантина будет прибавлять то в скором времени по крайней мере в европе появится новый лидер в легкой весовой категории к сожалению российских участников в этой весовой категории нет на чемпионате россии 2013 году в казани первое место в этом весе занял геннадий языков 115 килограммов он показал урывке в принципе неплохой результат но не для чемпионата мира для чемпионата европы вполне и всего лишь 128 в толчке ну конечно это маловато и 243 сумма она не позволяет бороться не на чемпионате мира не на чемпионате европы сожалению давненько мы не видели российских тяжелоатлетов в этом весе ну что ж надеюсь когда-нибудь появится и у нас спортсмены при этом от весовой категории до 62 килограммов неоднократно мы становились чемпионами европы но в самый в самой легкой весовой категории пока не получается у нас на экранах осен мурадов из болгарии 113 килограммов а заявил он для первого подхода на этот же вес пойдет мирка с карантина в своем третьем подходе очень хорошо высоко вытащил штангу затем просел с ней и потерял равновесие не смог совладать осен мурадов ему придется снова выходить к этому весу цен мурадов серебряный призер чемпионата европы 2013 года сто восемнадцать килограммов покорилась ему на тех соревнованиях мы видим не смог совладать хотя достаточно легко был выполнен рывок две минуты дается осен мурадов чтобы восстановить дыхание интересно будет смотреть сегодня на спортсмена из казахстана орли чонтея который переехал казахстан из китая ну об этом расскажу чуть позже когда он будет выходить на помост 115 килограммов орли чонтэй заявил также 115 начинает испанец карлос берна 20 прошу-прочекал убийц карлос берна и спортсмен из кубы руис лазаро майкелло и держать прекрасно ну фиксирует осен мурадов сто тринадцать килограммов очень 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 легко пока он 2 жалко что потеряна одна попытка видно что запас есть запас есть и приличный запас больше пяти килограмм но тем временем мирка с карантина 113 килограммов если поднимет то по собственному весу он обойдет осен мурадова но все равно он останется пока вторым но я думаю для него важно поднять этот вес чтобы улучшить свое личное достижение держать молодец ну что смотрите парень определенно прибавляет от соревнований к соревнованиям 113 есть рад за него его тренер а тренер его отец Джованни из карантина тяжелоатлет участник трех олимпийских игр Сеула, Барселоны и Атланты кстати только что Мирка на пол килограмма улучшил достижение своего отца его отец Джованни также выступал в легкой весовой категории 112 с половиной килограммов он поднимал но вот Мирка уже обогнал его и все это 18 лет ну что ж в толчке рекорд его отца 137 с половиной килограммов Мирка на чемпионате Европы и Нью-Йорков уже поднимал больше ну посмотрим удастся ли это сделать на чемпионате мира а у нас Карлос Берна из Колумбии такой яркий спортсмен 23 года на олимпиаде в Лондоне занял он восьмое место 118 килограммов в рывке это пока его лучший результат ну что ж 115 очень даже легко берет Карлос Берна и пока он лидер сейчас мы увидим Орли Чонтея из Казахстана Орли Чонтея родился в Киргизии так у нас перезаявки видимо Орли Чонтея решил начать с большего веса а сын Мурадов также перезаявляет 117 заявляет Орли Чонтея 116 а сын Мурадов он и будет сейчас выходить 117 заявляет Орли Чонтея 116 готовит готовит Арсена Мурадова к выходу провожает его в путь хлопком по спине ну что ж предыдущий подход достаточно легко дался Арсену Мурадову лежать нет но так же как в первом подходе очень легко поднимает штангу над головой и не удается зафиксировать ее прихрамывает видимо свело ногу нет ну что ж 117 на штанге Орли Чонтея я уже начал про него рассказывать родился в Киргизии с 8 лет начал заниматься в интернате в Китае он туда туда переехал в Китае ранняя спортивная специализация детей забирают из семьи и уже начинают из них готовить чемпионов ну результаты мы видели пока вот у женщин две весовой категории два золота но к сожалению не смог он пробиться в сборную Китая получил гражданство Киргизии но не смог найти общего языка с руководством не были созданы ему условия и в 2011 году он переехал в Казахстан и с 2012 года может выступать на соревнованиях видимо 117 килограммов легко берет олимпиаду он пропустил не успел пройти такой срок определенный при смене гражданства выступал он на универсиаде в Казани это был его первый международный старт успешно начал в рывке 115 килограммов первое место но провалил второе движение толчок всего лишь 130 и по сумме четвертым сейчас 117 килограммов фарли чунте зафиксировал у нас Руиз Лазаро Макель спортсмен из Кубы опытный 31-летний легко фиксирует 117 килограммов в пока он второй проигрывает Орли Чунтею имея более тяжелый собственный вес Карлос Берна колумбиец дэй добавил 3 килограмма первому подходу пока спортсмены решают свои локальные задачи эти результаты не позволят им бороться за призовые места если только кто-то из лидеров не допустит ошибку фиксирует карлос берна 118 пока он лидер еще одна попытка у карлоса берна есть в запасе ждем его заявку пока автоматическая прибавка 119 но я думаю чуть больше небольшая пауза возникает что у нас все идут 120 и 120 у нас начинает спортсмен из вьетнама туан тран леку 24-летний бронзовый призер чемпионата азии 2013 года нет спортсмен из вьетнама перезаявил на 122 и у нас выходит карлос берна 120 килограммов а третий подход 2 килограмма добавил в случае успеха он улучшит свое личное достижение пока его рекорд равен 118 килограмм больше он на международных соревнованиях не поднимал и и Ух ты! Хорошо! Ну что ж, поздравим Караса Берна с успешным использованием всех трех попыток. Между прочим, пока он идет первым. Но еще четыре участника даже не выходили на помост ни разу. У нас, судя по табло, должен выходить Туан Тран Леку из Вьетнама. Один из двух вьетнамских спортсменов. Так, это он. Посмотрим. Да. 122 килограмма. Выступал Туан Тран Леку и в Лондоне. Занял он четвертое место. 125 килограммов в рывке. Тогда ему покорились. Ну а сейчас осечка. Да, наверное, зря перезаявил он свой стартовый вес в большую сторону. Возможно, эти два килограмма оказались лишними. Предлагают спортсмену волшебные жидкости. У нас Руиз Лазаро из Кубы. 31-летний его опытный спортсмен. Интересный факт его в биографии. В 2011 году выступал на чемпионате мира в Гаянге в более тяжелой весовой категории. До 62 килограммов. Показал неплохой результат. 135 килограммов в рывке. 161 в толчке. Но, правда, это было лишь седьмое место. Из последних его результатов. Это третье место на панамериканском чемпионате. 118 плюс 140. Ну что ж, 122 он берет. И достаточно легко. Ну что ж, пока он лидер. Спортсмен из Вьетнама. Тян Тран Леку. Будет пытаться исправиться. Если не получится, он себя поставит в такие очень-очень-очень сложные условия. Ну и на самом деле, может даже выбыть из борьбы за медали. Справился. 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 23 килограмма его заявка. Сейчас мы увидим его на помосте. Алексей Ни, главный тренер сборной Казахстана, дал последние наставления своему подопечному. Давай, Аргей, давай! Давай, Аргей, давай! Интересно, получится. Случай успеха на целых 7 килограммов улучшит свой результат. Ну почти, почти. Штанга ушла за голову. Еще одна попытка есть у Орли Чонтея. Ну что, две минуты есть у Орли Чонтея, чтобы восстановить дыхание. Других участников к этому весу нет. Все остальные идут на 125. Это и Тян Тран Лекун из Вьетнама. В своем третьем подходе пойдет также спортсмен из УБ, Луис Лазаро. И вот неожиданность. Спортсмен из Северной Кореи Ом Юн Чо снизил начальную заявку до 124 килограммов. Изначально он хотел стартовать со 126, как и спортсмен из Китая, как и второй спортсмен из Вьетнама, которого мы еще не видели. Может быть, это был такой тактический ход, потому что спортсмен из Вьетнама изначально планировал 125 подходить. Хотя посмотрел, что спортсмен из Северной Кореи начинает 126, китаец начинает 126 и решил тоже ввязаться в борьбу. Заявил 126. А вот Ом Юн Чо взял и обратно вес уменьшил. У нас Орли Чун Тэй. Держать? Нет. То же самое. Ну что ж, не получилось. 123. В итоге 117 и пока лишь четвертое место. Ну, можно сказать, что выступление его не совсем удачно. Потому что именно рывок, коронное упражнение Орли Чун Тэя в толчке, он значительно слабее. Как обычно, эмоциональный Алексей Ни. Помним мы 4 золота сборных Казахстана, по сумме мужской и женской, на Олимпиаде. А у нас олимпийский чемпион Ом Юн Чо из Северной Кореи. 124. Первый подход. Немного правый локоть сыграл, но все равно должны засчитать. Незначительная ошибка. Да, 124. Бактиме Ом Юн Чо. Не так давно Ом Юн Чо выиграл чемпионат Азии, который проходил в Казахстане. Тогда 126 килограммов в рывке и 160 килограммов в толчке. Он показал, причем 160 он толкнул в своем первом подходе, затем два раза ходил на 169 килограммов. Задача Ом Юн Чо – не дать соперникам оторваться в рывке. Потому что по результатам понятно, что именно толчок, его коронное упражнение, и именно в нем он будет решать судьбу золота. Но самое главное – не дать оторваться. А у нас Тянь Тран Ле Кун из Вьетнама. 125 килограммов. Третий подход. Смотрите-ка, берет. Берет Тянь Тран Ле Кун 125, тем самым продолжает борьбу за медали. Несмотря на сечку в первой попытке, затем сумел собраться. Мы ждем выхода второго вьетнамского спортсмена. 19-летнего Тянь Тачкима на чемпионате Азии 2013 года. Он занял второе место вслед за Ом Юн Чо – 125 килограммов показал в рывке и 156 килограммов в толчке. Но ввиду того, что он очень молодой, мы вправе от него ждать улучшения результата. Смотрите-ка. Вот с одной стороны легко поднял, но в самом низу штанга так немножко его повела. Пришлось не побороться. Фиксирует, фиксирует. 126 килограммов Тянь Чачким. А у нас олимпийский чемпион Пекина Лун Цин Цуань. 126 килограммов – его первая попытка. После Пекина не удалось ему отобраться в Лондон. Ну что ж, я думаю, пожалели тренеры сборной Китая, потому что Ву Джин Бао, который поехал в Лондон, проиграл. Что ж, Лун Цин Цуань справляется. В своем первом подходе с весом 126. Кстати, ему всего лишь 22 года. Олимпийским чемпионом он стал 18 лет. У нас еще один подход остался у спортсмена из Кубы Руис Лазару Макель. Ну что ж, поднимал Руис Лазару Макель и больше. Правда, в более тяжелой весовой категории. Нет, не получилось. Раздосадован. Я думаю, чувствовал он, что можно было, можно было попробовать. Ну что ж, 122 килограмма и пятое место. Ом Юн Чел. Северная Корея. Слышим мы, как его поддерживает зал. 127 килограммов. В случае успеха он выйдет на первое место. Еще никто этот вес не поднимал. И держать. Ух ты, смотрите, как хорошо. Значительно легче, чем в первой попытке. Да, ну олимпийский чемпион и чемпион Азии показывает класс. Еще одна попытка у него есть в запасе. Давайте посмотрим, собственно, вес. Ну, китайский спортсмен легче, чем спортсмены Северной Кореи. Спортсмены из Вьетнама. И спортсмены из Вьетнама, кстати, легче, чем Ом Юн Чел. Ну что ж, получается, Ом Юн Челу для того, чтобы победить, нужно будет поднимать в любом случае на 1 килограмм больше, чем его соперники. Тянь Тачкин на наших экранах. 130 килограммов его заявка. На этот же вес подойдет Лун Цин Цюань из Китая. И Ом Юн Чел также заявляет 130 для третьего подхода. Тянь Тачкин не покорялся ему еще этот вес, который сейчас установлен на штанге. Пока его рекорд 125. Да, уже 126, прошу прощения. Уже улучшил он свое персональное личное достижение. Сейчас будет пытаться его еще поднять выше. Нет. Пока не получилось. Есть еще один подход. По силам запас виден. Не безнадежно. Немного поборолся он со штангой. Здесь уже нужно более точно, более точно выполнять движение. Кстати, вот обратите внимание, что Тянь Тачкин на голову выше китайского спортсмена Лун Цин Цюань. Поэтому не исключено, что перейдет когда-нибудь более тяжелый вес. Ну что ж, 130. А вот китайский спортсмен Бирио, 130. Причем берет достаточно легко. Чувствуется, что еще килограмма 3-4. Может он прибавить. До мирового рекорда, конечно, еще далековато. 138 килограммов. Это Халил Мутлу. С 2001 года стоит этот рекорд. Но, я думаю, какое-то время еще будет он стоять. Пока не видно тяжелоатлетов, которые могли бы хотя бы приблизиться к нему. Нет, не получается у Ом Юн Чола поднять 130 килограммов. И он завершает выступление в рывке с результатом 127. Проигрывает он китайцу. 3 килограмма. Плюс он тяжелее. То есть ему нужно будет на 4 килограмма поднимать больше. Но мы помним, что у китайца еще один подход в рывке в запасе. Пока он заявил 132, будет пытаться оторваться дальше от северного корейца. У нас последний подход у Тян Тяч Кима. 131 заявил. В случае успеха он выйдет на первую строчку и возьмет малое золото. Но, правда, еще нужно будет дождаться выхода китайца. Пока это попытка обойти Ом Юн Чола. По-прежнему легко взлетает штанга над головой, но с фиксацией проблемы. 126 его результат. И он третий на 1 килограмм. Его результат меньше, чем результат Ом Юн Чола. Малую бронзу, по крайней мере, он взял. 132 килограмма Лун Цин Цуань. Два килограмма добавил. В случае успеха на 5 килограммов он обойдет Ом Юн Чола. С учетом того, что он легче, Ом Юн Чола нужно будет на целых 6 килограммов больше поднимать во втором движении. Нет, не получилось. Ну что ж, интрига по-прежнему сохраняется. Сразу посмотрим, сколько заявили спортсмены для начального веса в толчке. Ом Юн Чол целых 165. Сделал заявку. Ну, судя по всему, будет он выжидать и перезаявит меньшую сторону. Лун Цин Цуань 157 килограммов заявил. И Тян Тач Ким 153. На ваших экранах промежуточный итог. Субтитры создавал DimaTorzok